Добрый вечер, это программа Особое мнение. Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях писатель Сергей Ширгунов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Ольга. Прежде чем мы перейдем к глобальным политическим темам, если можно, ваши комментарии. Как вы думаете, памятник княже Владимиру всё-таки будет установлен? Ну, я заметил, как все, вернее не все, а часть общества болезненно возбудилась по поводу этого памятника и его установки. Когда именно? Когда возникла идея его поставить по поводу его установки в районе Манежа. Сначала Воробьевы горы. Да, но вот, когда возникла идея даже Манежа, стали отсылать к ЮНЕСКО о том, что без санкции этой структуры ставить памятник нельзя. Я, собственно, ничего зазорного в том, что памятник таковой возникнет, не вижу. Там стоит памятник митрополиту Гермогену, насколько я помню. Если кто не согласен, меня поправят. Его поставили несколько лет назад. Никакого вопроса это не вызывало. Памятник, кстати говоря, небольшой. И самое главное, вот есть вся Манежная площадь, которую, вы это хорошо помните, застраивали разного рода скульптурами, фигурками. Разнообразно. Меняли на наших глазах. И как-то это особых протестов не вызывало. Простите, сейчас речь идет по другому месте, если я правильно понимаю. И, собственно, поэтому... Вы уверены, что речь идет не о Манеже и не об этом районе. Насколько я понимаю, именно об этом. То есть сначала говорили... Боровицкая площадь. Ну, Боровицкая, да. Боровицкая площадь и Манежная площадь, это все-таки разные места. Примерно один район. Ну, район, да. Район как раз особой защиты. Когда начинается вот такая адская ваханалия, что не дадим, не допустим, это наводит на какие-то размышления. С другой стороны, я думаю, что в любом случае этот вопрос должен подробно, серьезно и гласно обсуждаться с специалистами. Архитекторами. Специалисты обсуждают, я так понимаю. Теми, кто отвечает за состояние дел вообще, так сказать, с московскими памятниками. Чтобы это решение было по возможности единодушным и согласным. Сама идея не кажется мне дурной, потому что князь Владимир – это фигура символическая. И не нужно это все привязывать исключительно к нынешнему трагическому контексту. Князь Владимир – это не только Киев. Князь Владимир – это еще много больших разных городов. Например, Псков, где по преданию он родился. Князь Владимир – это также, как известно, Херсонес, где по преданию произошло его крещение. В общем, это такая связующая фигура. И, конечно, актуализация, от нее тоже никуда не денешься. В условиях, когда растаскивают единое пространство – это важный знак. То, что растащить не удастся. Это вопрос не исторический, а в большей степени политический. И сейчас нужно установить памятник Владимиру из-за политического контекста. Я правильно вас понимаю? Ольга, еще раз повторюсь. Для меня, в первую очередь, это не актуализированные фигуры, не привязанные к нынешнему известному драматическому контексту, связанному с отношениями между Россией и Украиной. Но, в первую очередь, фигура вневременная, культурно-историческая. Но, во-вторых, ну, конечно, всякий памятник все равно устанавливается в конкретное время, в конкретных обстоятельствах. И вот это, во-вторых, тоже здесь присутствует. Это, во-вторых, направлено не на раскол и разрушение, а все-таки на соединение распадающейся ткани. Скажите, если специалисты ЮНЕСКО сочтут, что установка большого памятника на Боровицкой площади может нарушить ансамбль, нужно слушать ЮНЕСКО в этой ситуации? Или, бог с ним, пусть исключают из списка памятников Кремля? Ну, что вы. Разумеется, нужно слушать и нужно общаться. И специалисты должны привнести в дискуссию свои весомые, сущностные аргументы. Не используя какие-либо двойные стандарты. Потому что, я напомню, что, еще раз повторяю, рядом в свое время калечили Манежную площадь. И я не слышал громких протестов. Сейчас вот в связи с фигурой... По установке Петра, например, были большие тоже протесты, но это не помогло. Петра я бы снес. Да вы что? Да. А все же как-то привыкли? Ты так смотришь, стоит такой... Привыкли, и ладно. Но, честно говоря, один из самых нелюбимых лично для меня памятников в Москве. С самого начала казался уродским. Ну, то есть, чисто художественно он вам не близок. Да, я вообще искусственно не понимаю. Какого еще памятника не хватает, вам кажется, для такого объединения культурно-исторической, какой фигуры не хватает? Может, императора какого? Может, патриарха? Вы знаете, я не думаю, что нужно безостановочно всегда расставлять памятники. Памятников много. Лучше подумать о реставрации тех памятников, которые уже есть. И, в частности, это связано не только с Москвой, да? С большим количеством разных заброшенных старинных строений, усадик. Вы имеете в виду архитектурные памятники? Да, с ансамблем под названием Кижи. Вот часто ездишь по средней полосе и обнаруживаешь прекрасные памятники, архитектуры, старинные храмы, на которых табличка охраняется государством. Но одновременно обнаруживаешь, как все это осыпается. И часто в разговоре либо с осмотрителем усадьбы, либо с настоятелем храма возникает тема. Но вот скажите, чтобы нам помогли, чтобы поддержали. Мне кажется, это гораздо актуальнее, чем новыми моментами. А вот, кстати, сейчас ведь возникала эта тема в связи с институтом культуры. Я не сомневался, что вы сразу перекинете мостик. И, кстати, вот недавно была история с обрушением нового храма. Там хористы, по-моему, пострадали, упавшие с балкона. Скажите, пожалуйста, а вот как, вы считаете, это должно быть устроено? Где государство должно следить? А где, может быть, и Русская Православная Церковь, главный смотритель за этими памятниками? Где здесь баланс? Ну, смотрите, мне кажется, что очень многие вещи у нас прописаны с правовых позиций. Там, где охраняется государством, там, где сформулировано, что это памятник архитектуры. И, как правило, на таких зданиях висят таблички. Повторяю, хотя сами здания, к сожалению, не всегда в благовидном состоянии. Вот там государство не просто должно, или мы высказываем, я высказываю такие пожелания. Там государство обязано следить за состоянием этих памятников, которые, повторяю, прописаны в ведение государства. Там оно их защищает. Потому что Русская Православная Церковь, это, прежде всего, священники, настоятели, клир. Это те, кто осуществляет богослужения внутри. И те, кто платят, кстати говоря, за свет, например, еще за отопление. Ну, за свет и за отопление, я думаю, что все платят. А в целом, конечно, многим приходится. И там, где есть такие возможности, или там, где возникают меценаты, можно там купола привезти в должный вид. Там, конечно, каждый раз сама церковь или конкретный приход стараются, чтобы нормально и в благолепии поддерживался храм. Но все-таки государство обязано следить за должным состоянием памятников архитуры. Вас устраивает роль Министерства культуры в этой области сейчас? Ну, возник этот скандал очень горький и болезненный. Сейчас идет следствие. Я считаю, что, во-первых, у нас и без того небольшие деньги выделяются на все это. На культуру как таковую и на реставрацию. Я смотрел, что это незначительное средство. Если действительно еще эти средства разворавливались, это чудовищно. Ну, кстати говоря, выяснилось, что денег-то у нас прекрасно. У нас с ником это все в порядке. Вот тут Андрей Макаров, глава комитета по бюджету и налогам, сказал, главное надо понять, у нас денег как грязи. И при этом мы распоряжаться эффективно не всегда можем. Как вы думаете, о какой главной проблеме говорит Андрей Макаров в этой ситуации? Вообще тема денег... О коррупции, о политике, о чем? Понятно. Тема денег прямо коррелирует с темой увода денег. У нас 20 триллионов, это доход государства годовой за продажу ресурсов, нефть и газ. И при этом по подсчетам многих специалистов только 8 из них попадают в государственную казну. Остальные 12 расходуются по карманам, попадают чиновникам, каллигархам или как-то рассеиваются. Вот важнейший вопрос. Тогда я согласна с Андреем Макаровым, действительно денег у нас очень много, если даже так хватает нам много. Россия вообще страна очень богатая. И я в этом смысле сторонник, конечно, переспределения денег в развитие страны, а не вывода их зарубежных. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, на студии Сергей Шургунов. И мы продолжаем. Сергей, тут есть еще одна тема, которую мы на самом деле с вами уже немножко обсуждали. Но сегодня окончательное решение принято новым избирком под руководством Эллы Панфиловой. Будет уже в ближайшее время сформировано, там уже названы все имена. Он вам внушает больше надежд? Больше надежд, больше доверия. Почему? Ну, во-первых, я лично знаю Эллу Панфилову. Вы Чургу-то наверняка тоже много раз видели? Видел. Я здесь обращаю внимание в вычитывающего и расшифровывающего наш эфир, что Панфилова пишется через букву «М». Это я всегда наш Панфилович. Вот Элла Александровна Панфилова – человек, не просто теоретически зарекомендовавший себя в правозащитии, а непосредственно, вот я здесь свидетельствую, помогавший людям. И что характерно, она сочетает в себе и патриотическое начало, то есть она за наше Отечество всей душой, и представление, совершенно правильное представление о демократии и правах человека. И это человек, который дорожит своей репутацией. Вот что вселяет в меня определенные надежды в связи с тем, что именно она возглавила ЦИК, что это человек, который готов открыто отвечать на вопросы, слышать эти вопросы. И если, значит, возникнет ситуация на выборах, что вот этих не допускаем, этих снимаем, здесь, наконец, пририсовали или урезали, вопросы будут адресованы к человеку с репутацией. Это несколько иная, так скажем, конфигурация. Я, что касается Панфилова, могу просто свидетельствовать, что в нескольких историях, как связанных с совершенно никому неизвестными рядовыми гражданами, когда речь шла об изуверствии в тюрьмах и проблемах с детдомовцами, она приходила на выручку и помогала. Так это касалось и резонансных дел. Кстати говоря, сейчас рассматривается вопрос об условно-досрочном для Сергея Удальцова. У него меньше третий осталось. До этого нет в новостях нигде, но это важная тема. И надо сказать, что Элла Александровна ему много помогала и общалась с его женой, Стасей. И, кстати говоря, благодаря Панфиловой удалось освободить молодого человека, обвиняемого в весьма тяжелом преступлении, доказать несостоятельность этого обвинения. Лечь идет о Даниле Константинове. Я к ней пошел, она прочитала, ознакомилась, она ходила лично к президенту. То есть, как бы это просто и банально не звучало, на мой взгляд, человек неравнодушный. Посмотрим. Это немножко другая система. Да, я согласен, это другая специфика, но одновременно с этим вот это назначение позволяет надеяться на гораздо большую открытость работы Центризмиркома и на то, что, повторюсь, может быть спрос за те или иные электоральные решения. А вот скажите, пожалуйста, как вам кажется, что в идеале надо власти от ближайших парламентских выборов? Какого результата они бы хотели добиться? Я понимаю, что 100% в Единой России никому не нужно. Я сейчас отвечать не буду. Ну, как вам кажется, что было бы правильно? Понимаете, но у меня есть мысли о том, что эта избирательная кампания может быть более конкурентной, чем предыдущие, чем недавние. Хотя бы по той причине, что у нас половина Госдумы сбирается по одномандатным округам. Плюс ко всему у нас энное количество политических партий, гораздо больше, чем до этого зарегистрировано. То есть, это люди, которые будут выходить на телевизионные дебаты. Например, Оксана Дмитриева и многие другие. И не факт, что их федеральные политические силы пройдут в Госдуму. Но, тем не менее, они будут иметь эту трибуну, выступать в прямом эфире на телеканалах. И плюс эти партии будут для них подспорьем для ведения кампании в округах. Все это создает определенную интригу на ближайших выборах, что, конечно, несколько отличается от предыдущего. Я пока никаких никому ответов с согласием не давал, никакого решения пока не принял. Я, что называется, в раздумьях. Еще раз повторюсь, мне кажется, что, во-первых, я не уверен, что это такая суперпривлекательная позиция, быть депутатом. Я чувствую себя и так с человеком независимым, способным приходить и говорить. И если я вижу несправедливость, быть способным дистанцироваться и от левых, и от правых, и самостоятельно высказывать свои осуждения, даже если я решу ввязаться в эту кампанию, то я, поверьте, самостоятельным человеком останусь. И в моих планах не состоит вступление в какую-либо политическую организацию. То есть, по закону это возможно. Вот. Прекрасно, что вы об этом сказали. Скажите, пожалуйста, вот появилась тоже новость. Мы, кстати, с вами об этом говорили. Мы говорили. Я вам говорил, что, ну, что может сделать депутат? Ну, по крайней мере, он может написать депутатский запрос. Вот я так несколько романтически как бы представил свою деятельность. Я говорил, вот есть... А он может не голосовать? Может. За что-то не голосовать. Сейчас давайте будем меня допрашивать по поводу всех существовавших голосований. Нет, не буду. Ну, я знаю, вот есть в сфере культуры конкретные трагедии с упомянутыми уже разрушающимися памятниками. Есть толстые литературные журналы, которые закрывают, не доставляют библиотеки. Есть повальное сокращение книжных магазинов и библиотеки. Просто для вас. Ну, одновременно с этим у нас же еще и пропал такой очень важный жанр, который называется расследование. Парламентское. Мне кажется, да, что кроме того, что и журналистское расследование зачастую вызывает всяческое пренебрежение верхов. Но вот если журналистское расследование сочетается еще и с парламентским, тогда какой-то эффект... А почему пропал жанр? Как вам кажется? Это хороший, глубокий вопрос. И сразу так вот одним словом не ответишь, но, наверное, все-таки это одно слово есть. Разочарование. То есть просто не хочется? Это разочарование возникло в людях еще 20 лет назад и дальше нарастало. Возникло ощущение, что обличения, взаимные в коррупции, это разборки. Возникло ощущение, что они все там одним миром мазаны. У людей появилось такое чувство, что если кто-то идет, значит, разоблачать, то ему просто чего-то надо. Люди очень сильно обожглись на собственных идеалистических ожиданиях и надеждах. Парламентарии, я прошу прощения. Одновременно с этим возникла некоторая толстокожесть вообще элит как таковых, когда любая даже самая острая разоблачительная дискуссия, полемика, статья, любое высказывание, что слону дробинка. И поэтому есть еще такое слово апатия. Потому что люди во многом махнули рукой. Они решили, что от них, во-первых, ничего не зависит. Во-вторых, все эти разоблачения – это все игра подставных лиц. А в-третьих, ну и чего толку? Еще один вопрос, о котором мы тоже когда-то с вами говорили. Ну, а в гивой конюшке нужно расчищать. Что у вас есть как раз вполне подходящего возраста сын. Спасибо, вы меня в коридорчике поздравляли. Да, да, 10 лет исполнился. Это действительно замечательно. Речь идет все о той же новой пионерии или конкретнее движение школьников. Я с ним. Которое, как говорят, будет возглавлять не кто-нибудь, а герой России, космонавт-испитатель Сергей Рязанский. Ну и в связи с этим, вот, собственно, появились сообщения. Представляя кандидатуру руководителя, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов сказал, «Важно, что создается государственная система воспитания ребенка, мы должны заменить правильными ценностями дворовое воспитание». Вы хотите, чтобы правильными ценностями вашему ребенку кто-нибудь заменил, ну, не дворовое, а ваше воспитание? Вы знаете, полдня ребенок проводят в школе. Дети любят организации, они любят тайные организации, они любят объединяться в какие-то кружки, в какие-то отряды. Когда я Ваню вожу на шахматы, он с удовольствием сражается с другими детьми. Самый кайф – это шахматный турнир. Если это будет не догматическая структура, а, во-первых, добровольная, а, во-вторых, та, которая будет поощрять рисование, чертежи, изучение истории. Потом, если они будут что-нибудь мастерить, лепить, играть на музыкальных инструментах, в этом я не вижу ничего зазорного. То есть, конечно, детей нужно занимать. И не все родители, чего грех отойдет, да и я тоже, не могут полностью занять чадо. И если сопоставлять существование вот такой социальной, не политической, добровольной организации и проклятые гаджеты, то я выберу организацию. Вы уверены, что государственное воспитание может быть не политическим? Ну, я думаю, что какие-то нормальные, здоровые ценности, если возникнут такие новые тимуровцы, как были когда-то, я помню, даже в сельской местности на даче, они ходили к бабушкам, заботились, их проведывали. Это ведь не шутка, так было. И поддерживали младших. Есть ли ценности благородства, самоотверженности, отзывчивости будут прививаться. В этом нет ничего зазорного. Кстати, еще до революции возникла скаутская организация, и цесаревич был ее первым участником. Я вам больше скажу, и даже не в России возникла. Спасибо большое, Сергей Ширгунов, со своим особым мнением. Мы продолжим этот разговор после небольшого перерыва. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях писатель Сергей Ширгунов. Есть еще одна тема сегодня, она, мне кажется, очень литературная. Давайте пофантазируем. Пресс-секретарь президента рассказал целую историю о том, как ряд СМИ готовит неприкрытую заказную информационную атаку на Путина и его окружение. Очередной информационный вброс, претендующий на объективность, готовится в ближайшие дни. Мы получили, внимание, весьма елейные запросы, составленные в допросной манере от организации, которая именует себя Международным консорциумом журналистских расследований. Кстати, о расследованиях. Скажите, пожалуйста, для чего пресс-секретарю президента потребовалось это сообщение? Чтобы предварить что? Было общение с журналистами, он в том числе это упомянул. Это не новая история. Я знаю этот свод этих материалов в общих чертах. Речь будет идти о все том же. О том, что вот, видите ли, президент, а вот у него такое окружение, а вот тут вот бизнес. Все это многократно, в том числе и господину Пескову, опровергалось. Так что я думаю, что возникновение новых публикаций неудивительно. Тем более удивительно, почему Песков об этом заговорил. Я просто упомянул, предупредил о том, что это появится. Я не знаю, что здесь нужно дивиться. Думаю другое. Очень подробно. Думаю другое, что безусловно, с одной стороны, конечно, Путину нужно избавляться от олигархов. Особенно от олигархов, которые ведут себя демонстративное роскошство. Которые в темно на свадьбу деточек приглашают. Это атака тех сил, которые все прощали руководство страны в 90-е годы. Прощали любое беззаконие, любой криминал. Лишь бы все шло в фарватере Запада. То, что сегодня Шойгу сопровождали натовские истребители. То, что безостановочно пытаются демонизировать главу государства. Как к нему не относись? Это, конечно, человек символический. И для сирийцев, и для сербов. И вот сейчас у нас, например, годовщина очередная бомбардировок Белграда. Когда 400 детей погибло под бомбами. Когда НАТО бомбило сербами. А ведь бомбили не Сербию. Бомбили Россию. Если бы не было у нас ядерного оружия. Приходится проговаривать азбучные истины. На месте Караджича сейчас бы сидел представитель России. Да вы что? Да, конечно. И нашли бы в чем обвинить. В той же Чечне. То есть вы считаете, что обвинение против Караджича, который все это время... Я считаю, что это аморальная подлость. Это суд над славянами. Это суд над русскими, над сербами. Над славянами нельзя проводить судов? Это означает только то, что все хорватские генералы, которым предъявлялись обвинения, были отпущены. И те, кто знают, как протекала эта гражданская война и в Боснии, и вообще на территории бывшей Югославии, понимают, что военные преступления совершались с каждой стороной. Но тут кто-то немножко разбирается в деятельности Радавана Караджича, знает, что в целом это был цивилизованный политик, который вместе, кстати говоря... Эти смерти не на его совести, вы считаете? Какие эти? Ну, во-первых, он оправдал себя по большинству предъявленных обвинений. Ни одного приказа осуществлять насилие в отношении мирных людей, разумеется, он не отдавал. А то, что на гражданской войне происходила резня, когда в том числе и мусульмане бежали под крылышко к сербам, это тоже правда. А то, что вырезали сербов до бесконечности, что ни один убивавший сербов за это не ответил. То, что такой же Изидбегович, значит, начинал политическую деятельность в момент распада Югославии, сидя рядом на пресс-конференции с Караджичем. А потом у него все было тип-топ, и его, значит, все на руках носили. Хотя он отвечал... Сергей, объясните, к чему это нужно? Это заговор против кого? Ну как, это, конечно... Во-первых, Югославию ломали по принципу Советского Союза. Это ненависть к социалистическому самостоятельному государству. Конечно, есть глубинная неприязнь к сербам. Есть действительно понимание, что сербы и русские союзники. И до сих пор, несмотря ни на что, остаются союзниками. Сербия до сих пор говорит, что не примет санкции против России. И, конечно, когда били по Сербии, били по России. Но наше государство тогда С-300 не могло поставить. И на наших глазах осуществилось заклание Сербии. Трагическая история, да. И будем о ней помнить. И сейчас, по сути, к пожизненному заключению, к смертной казни приговорили старика, поэта, философа, философа, европейского политика, который пошел, кстати говоря, на договоренности с Западом, поверил Западу, который выходил к своему парламенту. И только за то, что он... За то, что он серб. Да, за то, что он предводитель сербов, которых была треть в Боснии, которых не поставили, значит, хорваты в курс дела, когда объявили автономию и полную независимость от единого государства. То есть, когда у нас здесь будет национальное, по сути, религиозное государство, мусульман, хорватов, а вас, сербов, здесь не стояло. Вспомните военное преступление... Но хорваты, насколько я помню, не мусульмане. Хорваты-то христиане. Хорваты-католики. Я говорю про боснийцев. Сейчас оговорился. И вспомните историю с уничтожением сербской краины, когда объединились босницы и хорваты при поддержке Запада, и со своих насиженных мест было изгнано 150 тысяч сербов. Вот почему, когда оказывается, что те, кто в союзе с Западом, неважно, боснийцы или хорваты, и те и другие объявили... То есть хорваты-то и славяне. Они завис... Так все это вообще один народ. Понимаете? И это язык очень похож. Но получилось так, что НАТО поддерживал хорватов и боснийцев. И с них спроса никакого нет. А православные сербы жертвуют. Возвращаясь к символическому Путину. Так же будет и с Россией. Вот и бьют по России, по ее руководству. Что ж такое-то? Возвращаясь к символическому Путину, против которого эти нехорошие НАТО, католики, я не знаю, кто там у вас еще там, не славяне, фашисты... Против российской государственности. То есть, я прошу прощения. Вот один момент. Они же поддержали в 93-м разгон парламента. Еще одну секундочку, Сережа, подождите. Мне было наплевать на семью банкирщину олигархов. Они слова не сказали. Далоговые аукционы. А тут видели коррупцию. У нас олигархи есть. Все в порядке. Если кто-то задает вопрос пресс-секретарю Путина или его администрации, правда ли, что ваше состояние составляет 40 миллиардов долларов? Да. Это атака на Россию? Еще раз. Он на это отвечает. Нет, неправда. Ну? Когда это скоординированная история, когда во всех западных СМИ выходят одинаковые публикации... Безусловно, это неправда. Да, безусловно, это атака на Россию. И нужно понимать, что сегодня, к сожалению, западные медиа представляют из себя... Ну, в общем, представляют из себя СМИ времен Холодной войны. К сожалению, по-прежнему. Абсолютная шаблонность... Ну, кстати, про Брежнева такого вроде не писали. А если писали, то у нас все равно. Вы знаете, уже на протяжении долгого времени наша страна всегда крайне виновата. Я просто к чему хочу вас призвать. Вот, почитайте, как я читаю, Times, The Zeitung, Independent... У нас есть даже в эфире обзоры на странные прессы. Вот, когда что-то плохо, дурно в России, хотя я всегда об этом прямо говорю, беззаконие, у нас хватает, и с безопасностью сложно, они об этом кричат. А вот когда, вот послушайте меня, когда убивают Юрия Гробовского, потому что он развалил дело против россиян... А его поэтому убили? Конечно. Есть очень весомая версия. Очень весомая версия. Да потому что ему угрожали без остановки. Это единственная версия? Я готов об этом подробно сказать. Я подробно изучал это дело. Это ведущая версия. Так. Когда, значит, второму адвокату Оксане обещают ее убить и пытаются ее, киевская власть, посадить в тюрьму, вот эта реальность. И когда трое убийц в Европе, в европейском городе, мирного, доброго, хорошего журналиста Олеся Бузины, они найдены, это фашисты, гитлеристы, участники движения С-14, крайнее крыло отмороженной партии Свобода, все трое, все трое, кстати говоря, все трое палачи Донбасса, все трое отпущены в европейском городе на свободу. Вы понимаете? А то мало палачей мы отпускали на свободу. Сначала под домашний арест. Да, а кого же? А кого же? Мало мы сразу. Вот на наших глазах. И самое интересное, что западные медиа не воспринимают это как повод для возмущения. Но ведь это же дикость. Ну покажите демократические стандарты. Я не знаю, кто за ними стоял, за этими людьми, исполнительные они или нет, но это люди, которые совершили преступления. В европейском городе убили журналиста. Нет, это реальность. Сначала, значит, одного просто отпустили, двоих остальных под домашний арест и на днях вообще на свободу. Гуляй. Прекрасно, Сергей, скажите, пожалуйста. А по Гробовскому история подробная, могу они тоже много сказать. Хорошо. Чудовищная. Кажется, у нас мало времени остается. Просто здесь в эфире тоже некоторые люди это все обсуждают. Опять валют все на русских, там, или на каких-то русских активистов, на московские деньги, на разборки. Есть конкретные... Подождите, как наш президент говорит? Когда будет расследование суд, тогда можно будет ответить. Вот сомневаюсь я в качестве этого суда. И как бы и этих убийц не отпустили. Так же, как и убийц Олеси Бузины. У нас все убиты. Человека вывезли в лес и убили. Еще заставили из офиса забрать материалы дела. Потому что вот мы часто говорим про... Кстати, материалы дела попали в Нью-Таймс, мне показалось. Мы говорим очень много по поводу дела Александрова и Ерофеева. Вот, кстати говоря, я вник в эту историю. Так. И позиция Гробовского, честного, юриста неполитизированного, который защищал и тех, и других, и позиция второго адвоката, женщины, состоит в том, что эти россияне были взяты на нейтральной территории. И там ранены. Потому что по Минским соглашениям есть буферная зона. Вот на этой нейтральной территории их ранили, а потом вывезли. Потом, значит, накачали наркотой, заставили сообщить, что они спецназгру. Как только появились адвокаты, они отказались от этих слов. Таким образом, дело рассыпалось в суде. Я понимаю, что приговор... А вам не кажется, что это похоже на дело Савченко? Кстати говоря, адвокаты россиян выражали свое несогласие со очень многими аспектами дела Савченко. Это говорит об их объективности. Я вам просто... Вот вы сейчас спросили про россиян, я вам рассказываю, что дело рассыпалось. Там даже оружие не смогли предъявить, сфальсифицировали оружие. Разумеется, те, кто заранее написал приговор, они негодуют. И они используют уголовные методы. Вы знаете, что несколько дней назад ворвались люди в масках, надели мешки на голову полуторагодовалому ребенку и жене, главного свидетеля обвинения по делу россиян. Нас ставили, значит, оружие, женщине к голове приставили автомат и заставили, значит, отвечать по делу наших двоих арестованных россиян. Об этом никто нигде не скажет. Ну что это? Это Африка, а не С-Европа. Послушайте, про дело Савченко нам рассказывали ровно такие же истории, кроме полуторагодовалого ребенка. Ровно какие? К чему они стоят? Про фальшивых свидетелей, про недоказанные обвинения. Тем не менее, она получила свою свободу. Я здесь говорил в эфире, что, на мой взгляд, дело Савченко весьма несовершенно и вызывает у меня большие вопросы. Но те африканские реалии, которые наступили после демократического переворота в соседней стране, не дай нам Бог такого. Вот это моя позиция. Последний самый вопрос. Если все вот так, как вы говорите, то президент, в принципе, может нарушать закон? Может быть, ну, не совсем чист на руку? Ему это простительно в этой ситуации? Иначе это будет атака на Россию? Ну, что за чепуха, Ольга? О чем вы говорите? Вдруг хоть одно из этих подозрений, правда, такое может быть? Или вообще невозможно? Ну, давайте я сейчас что-нибудь заподозрю. А вы, оставшись несколько секунд, будете говорить, что это неправда. Правда, что вы берете взятку борзыми щенками? Нет, неправда.